Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков обвиняет жену главы Нижнего Новгорода, Олега Сорокина, в непредоставлении декларации о доходах. По сведениям Гудкова, сумма ее доходов за 2012 год составила полтора миллиарда рублей, и ее Гудков называет самой богатой женщиной России. Едва ли не так. Подробности выясним сейчас у самого Дмитрия Гудкова, автора этого расследования, у нас на прямой связи со студией по скайпу. Дмитрий, слышите ли вы студию Дождя? Да, добрый день, вы меня слышите? Да, мы вас слышим и вас видим. Итак, ваше расследование называется «Золотые кренделеди», самая богатая среди жен российских чиновников. Расскажите, о чем, о ком речь? Ну, есть замечательный мэр Нижнего Новгорода, Олег Сорокин, который несколько лет назад отказался публиковать декларации своей супруги. А мы проводили расследование, выяснили еще давно, я об этом много раз писал, что практически все предприятия семейные были переписаны на ее имя, когда Сорокин стал сначала депутатом, потом мэром. И, собственно говоря, все это время, когда он находился в должности, он лоббировал бизнес-интересы супруги и ее предприятия. Вот, нам удалось просто получить тот документ, который изначально супруга Сорокина должна была передать в качестве декларации в городскую думу, вот, потом этот документ каким-то странным образом исчез, не был опубликован, вот мы его сегодня опубликовали и выяснили, что официальный доход, подчеркиваю, официальный доход супруги мэра Нижнего Новгорода за 2012 год составил полтора, практически полтора миллиарда рублей. При этом, я обращаю внимание на список журнала Forbes, который был опубликован в 2013 году, и там перечисляли самые богатые жены всех российских чиновников, тогда первое место в этой строчке заняла супруга Игоря Шувалова, у нее, по-моему, официальный доход составил не больше 380 миллионов рублей. Так вот, жена Сорокина заработала, как мы выяснили, хотя я опишу это слово в кавычках, в четыре раза больше. При этом, сам Сорокин уже подтвердил в новой газете эту информацию, поэтому вот такие удивительные, замечательные цифры. Да, но, тем не менее, насколько я понимаю, у нас ведь закон обратной силы не имеет, и решение о том, что должны предоставлять декларации о доходах не только чиновники, но и их родственники, их жены, был принят после 2012 года, о котором здесь идет речь. Нет. Во-первых, все депутаты и чиновники уже давно публикуют декларации о доходах за себя, за супругу и за несовершеннолетних детей. Этот закон давно достаточно действует, и в 2012 году, за 2012 год, мы в 2013 уже подавали эти декларации, это первое. Второе. В Нижнем Новгороде уже давно нарушаются всевозможные законы. Ну, например, тот же мэр Сорокин имеет две виллы во Франции, в Каннах, мы их тоже нашли. Эти виллы оформлены на фирмы. Фирмы принадлежат супруге, соответственно, Сорокиной, Ладина-Горная и самому Сорокину. Фирма является зарубежным активом. Фирмы запрещены, то есть владение зарубежными активами запрещено тоже по российскому законодательству. Поэтому налицо сразу несколько нарушений. Я уже не говорю о том, как приобреталась земля, на которых, например, строились все вот эти объекты фирмами супруги мэра Сорокина и так далее. У меня целое подробное расследование. Читайте мой блог, вы там много интересного найдете. Спасибо большое, Дмитрий Гудков. Политик, депутат Госдумы, был у нас на прямой связи со студией. По скайпу будем еще...